Ещё раз, всем добрый вечер. После вашей речи восхитительно наблюдать за тем, сколько науки содержит в себе священный Коран. Но большинство примеров из Корана, которые вы привели, их было трудно понять, прежде чем их обнаружила и объяснила наука. Например, вы сказали, что в мёде есть исцеление для людей, как упомянуто в Коране. И вы сказали, что если человек отравится ядом какого-то растения, следует принять мёд этого растения, чтобы исцелиться. Я хочу сказать, какой смысл существования научных вещей в божественных писаниях, если мы можем понять их только после того, как их откроет наука. Так что можете ли вы привести мне научные примеры из Корана, которые будут доказаны наукой в будущем? Брат задал очень хороший вопрос. И он сказал, что я упомянул много научных вещей из Корана, косвенно говоря, что всё это уже было обнаружено ранее. Если Коран говорит что-то, что мы узнаём после того, как это обнаружит наука, тогда в чём польза? И можете ли вы сообщить мне что-то, что наука ещё не подтвердила и не обнаружила? Брат, это причина, по которой арабы были продвинуты в области астрономии. Почему? Потому что они прочитали Коран. В Коране много информации об астрономии. Поэтому, когда они читали Коран, они пытались провести больше исследований и больше расследований. Именно так они узнавали. Коран несёт в себе краткие сообщения. Это только в научных книгах по определённому предмёту, к примеру, в медицине требуется несколько томов. Поэтому, если бы Коран содержал всё это, даже этот Коран большинство людей не любят читать, и они говорят, какая большая книга. Поэтому, если бы всемогущий Аллах не спасал Коран в деталях, то не хватит даже большого здания. Но потребуются тысячи зданий, чтобы содержать в себе всю детальную информацию Корана. Коран – это краткое телеграфное сообщение. Поэтому многие мусульмане, прочитав краткие сообщения Корана, совершили прогресс в науке. По этой причине, если вы вернетесь в истории, вы найдёте, что мусульмане продвинулись в науке и технологиях. Ладно, забудь о прошлом. Что насчёт сегодня? Всё, что я упомянул, было обнаружено раньше. И многие из них открыли мусульмане, и некоторые не мусульмане, и некоторые европейцы. Что насчёт вещей, которые наука ещё не обнаружила? Хорошо. Сначала я расскажу тебе о вещах, которые наука ещё не установила. Но есть большие шансы. Это то, что упомянул Коран, и я верю в это. Например, Коран говорит в 42-й суре Шура в 29-м аяте. Среди его знамений создание небес и земли, а также тех живых существ, которых он расцелил на них. Поэтому Коран говорит, что есть живые существа помимо этой земли. Сегодняшняя наука ещё не доказала, что существует жизнь помимо этой земли. Но учёные говорят, что есть высокие шансы, что есть жизнь помимо этой земли. И поэтому они посылают ракеты и космические корабли на Луну и Марс. Коран говорит, есть жизнь, кроме этой планеты, и я верю в это. Наука может открыть это завтра, через 5 лет, через 10 лет, через 100 лет. Но я верю в это, потому что так говорит Коран. Знаете, сегодня существует много гипотез, как наступит конец света. Некоторые говорят, что солнце станет большим, и миру придёт конец. Или горы упадут вниз, или они рассыпаются, или переполнится океан, или появится чёрная дыра. Есть многие гипотез. Некоторые из этих гипотез, не все, они совпадают с Кораном. Коран говорит в 75-й суре Кияма, в 8-м и 9-м аяте, что солнце и луна сойдутся, то есть они объединятся, и солнце будет тьмой. И это говорит 81-я суре Такуир. Когда солнце будет свёрнуто, или потеряет своё сияние, когда падут звёзды, когда горы будут сдвинуты с мест, то есть будут приведены в движение. И это упоминается в 82-й суре Имфитар, в 1-м, 2-м и 3-м аяте. Там говорится, когда небо расколется, когда тела небесные осыплются, когда моря переполнятся и смешаются. Это похоже на многие гипотезы. Но когда Коран говорит это, я верю. И также в Коране говорится, в 21-й суре Амбия, в 104-м аяте, мы воссоздадим творения, подобно тому, как начали творить их в первый раз. Наука ещё не обнаружила это. И Коран говорит о жизни после смерти. Наука ещё не узнала об этом. Коран говорит о райе и аде. Наука ещё не доказала это. Коран говорит о джинах. Сегодня психология говорит, что это сверхъестественное. Коран же говорит, что некоторых людей трогают джины. Коран говорит, что первый человек на земле был адом, мир ему. Наука ещё не доказала это. Но есть большая вероятность, что она подтвердит это. Возможно, ты скажешь, брат Закер, у тебя была хорошая лекция о научных фактах и технологиях, которые доказала наука на 100%. Но ты веришь в жизнь после смерти? Ты веришь в джинов? Ты веришь в рай и ад? Ты ведь врач, это не научно. Я скажу, нет, брат, это логично. Я верю, что это научно. Предположим, что 80% упомянутого в Коране оказалось на 100% правдой. Я говорю про астрономию, геологию, круговорот воды, океанологию, ботанику, биологию, зоологию. Таким образом, гипотетически, 80% того, что упоминается в Коране, было доказано достоверность на 100%, а оставшиеся 20% неоднозначно. Может быть, правда, может быть, нет. И нет даже 1% из этих 20% неоднозначного, неверность которого была доказана. Нет ни одного аята Корана, ложность которого можно доказать с помощью установленной науки. Поэтому моя логика говорит, когда 80% на 100% правильно, а остальные 20% неоднозначные, и нет даже 1% из этих 20% неверного. Поэтому моя логика говорит, что даже эти 20%, иншаллах, окажутся правдой. Если не сегодня, то завтра, или через 50 лет, или через 100 лет, или тысячи лет. Аллах знает лучше. Они докажут, что есть жизнь после смерти, и они докажут, что есть джинны, и они докажут, что есть рай и ад, и так далее, и так далее. Я могу прочитать еще одну лекцию о вещах, которые не доказала наука, но, иншаллах, докажет. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ранее европейские ученые верили, что Земля является центром Солнечной системы и Вселенной. И все планеты, а также Луна и Солнце, вращались вокруг Земли. Это называлось геоцентризмом. И в это верили со времен Платомейя со II века до н.э. вплоть до XVI века, пока не пришел Николай Коперник, в 1512 году. И он предложил гелиоцентрическую теорию движения планет. И он сказал, что Солнце является центром Солнечной системы, и все планеты, в том числе и Земля, вращаются вокруг Солнца. А затем немецкий ученый по имени Йоганн Кеплер в 1609 году написал в своей книге под названием «Новая астрономия», что планеты и Земля не только вращаются вокруг Солнца, но также вращаются вокруг своей оси. И когда я учился в школе, я закончил мою школу в 1982 году, около 25 лет назад. Я много читал о том, что планеты и Земля вращаются вокруг Солнца. И кроме этого, планеты и Земля также вращаются вокруг своей оси. И вся Солнечная система, и в том числе и Солнце, вращается в галактике. Но Солнце не вращается вокруг своей оси. В этом контексте Солнце было неподвижным. Но когда я прочитал аят Корана, в 21-й суре Амбия, 33-й аят, там было сказано. Он тот, кто сотворил ночь и день. Солнце и Луну. Все плывут по своим орбитам. Так что Коран говорит, что Солнце и Луна, кроме того, что они вращаются, они также вращаются вокруг своей оси. Арабское слово, использованное здесь, «ясбахун», оно происходит от арабского слова «сабаха», которое описывает движение уже движущегося тела. Если я использую это арабское слово «ясбахун» для человека, передвигающегося по поверхности, это не будет обозначать, что он катится, но это будет означать, что он либо идет, либо бежит. Если использовать то же слово для человека в воде, это не будет значить, что он кружится, а будет значить, что он плавает. И аналогично, когда Аллах, субханнаху ата'аля, использовал это слово для описания движущегося небесного тела, это не значит, что оно вдвойне вращается в воздухе. Но это значит, что вместе с тем, что оно вращается вокруг чего-то, оно также вращается вокруг своей оси. Так что Коран говорит, что Солнце и Луна, помимо вращения, они также вращаются вокруг своей оси. И сегодня наука обнаружила, что даже Солнце вращается. Мы не можем смотреть на Солнце напрямую, потому что мы можем ослепнуть. Но теперь у нас есть определенное оборудование и есть макет Солнца. И мы обнаруживаем, что есть пятна на Солнце. И занимает около 25 дней, чтобы эти пятна завершили одно вращение. И это указывает на то, что Солнце совершает одно вращение вокруг своей оси примерно за 25 дней. Представьте, когда я был в школе, меня учили, что Солнце не вращается вокруг своей оси. А Коран упомянул 14 столетий назад, что оно вращается. И сейчас, аль-хамду-ли-лях, большинство школ учат, что Солнце также вращается вокруг своей оси. И также мы читаем в Коране, в 36-й суре Ясин, в 40-м аяте. Солнцу не надлежит догонять Луну. И ночь не опережает день. Каждый плывет по своей орбите. Теперь ученые говорят, что орбиты Солнца и Луны разные. Так что нет вероятности, что Солнце и Луна столкнутся. Это то, что говорит Коран. И сегодня ученые говорят нам, что Солнце движется во Вселенной к определенному направлению, которое называется Солнечная вершина. В созвездии Геркулеса также известно как Альфа-Лира. На скорости 12 миль в секунду. И сегодня ученые говорят нам, что Солнечный свет, который у нас есть сейчас, произошел из-за химической реакции миллиарды лет назад. И однажды эта химическая реакция прекратится. И свет Солнца прекратит свое существование. И так прекратится жизнь на этой Земле. Но ученые говорят, что это возьмет еще несколько миллиардов лет. И Коран дает нам аналогичное сообщение. В 36-й суре Ясин, в 38-м аяте. Солнце плывет к своему местопребыванию. И арабское слово, которое было использовано здесь, это мустакар. У него есть два значения. Либо оно означает определенный период, или оно означает определенное место. И сегодня наука говорит, что Солнце движется к определенному месту, известное как Солнечная вершина. И оно будет существовать в течение определенного периода времени. Поэтому оба значения слова мустакар, определенное место и определенный период, по мнению науки, идеальны. И представьте себе, Коран упомянул это 14 столетий назад. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Продолжение следует...